2020-й был годом особенным и напряженным. Говоря о нем, Николай Любимов не ограничивал себя в эпитетах. Угроза колоссальной сложности и нечто новое. После атаки пандемии основной удар пришелся на региональную систему здравоохранения. И она с честью выдержала испытания. Я считаю, что испытание пандемии регион прошел достойно. В короткие сроки была налажена системная и слаженная работа. Не было растерянности. Все сохраняли хладнокровие и самообладание. Подтвердили свое умение работать в условиях больших нагрузок. Главной задачей была реализация профилактических мер с целью защиты наших граждан, обеспечения медицинской помощью всех, кто в этом нуждался. Исправились в том числе и благодаря хорошо организованному волонтерскому движению. Потому что я бы вообще поставил вот это событие где-то в топ-10 за последние несколько лет. Даже за последние несколько десятков лет. Потому что действительно стали все как один. И во многом как раз волонтеры и помогли на первом этапе сдержать развитие, распространение вот этого процесса эпидемии. И по сути дела дали возможность медикам, как говорится, научиться лечить. Пандемия должна была ударить и по экономике региона. Но цифры говорят об обратном. Индекс промышленного производства превысил 106%. И это четвертое место в Центральном федеральном округе. Рязанский агропром и вовсе безусловный лидер по всем показателям. Поддерживая в самый сложный период пандемии малые и крупные промышленные предприятия, сельхозпроизводителей, мы старались удержать на плаву экономику региона в целом. Создать дополнительную подушку безопасности и обеспечить возможность финансировать социальную сферу. Во главу угла и в работе правительства, и нашей депутатской работы было поставлено спасение жизни и здоровья граждан. Это главное. И несмотря на те ограничения, которые возникали, мы не сбавили темпов, мы сумели получить рост промышленного производства, аграрного производства, мы поддержали малый бизнес и тем самым обеспечили, по сути, доходную часть регионального бюджета на уровне прошлого года. А это позволило нам выполнить все социальные обязательства, которые регион имеет перед рязанцем. Социалка – ключевая сфера приоритетов регионального Кабмина. Детские сады, ФАПы, спорткомплексы. Даже в сложных условиях в области строили 35 объектов, 22 из которых уже в работе. Комфортная городская среда – сегодня важнейший общественный запрос рязанцев. 49 дворовых территорий уже улучшены. В этом году денег будет больше. Средства получат 19 муниципальных образований. Запланировано модернизировать 26 общественных пространств и 14 дворовых территорий. Люди хотят видеть свои города и поселки удобными, красивыми, зелеными, не когда-нибудь в светлом будущем, а здесь и сейчас. Мне показалось чрезвычайно серьезным и важным в докладе то, что учтены все те настроения и запросы общества к власти. Мы видим тот серьезный, очень заинтересованный и, я бы сказала, взволнованный анализ ситуации со стороны руководителя нашего региона. Мне показалось очень важным тот факт, что прежде всего губернатор планирует, намерен и заявил о готовности повышать требования к качеству управления, к органам исполнительной власти, к правительству Рязанской области в реализации тех запросов, которыми живет население региона. Каждая нерешенная проблема имеет конкретное имя, отчество и фамилию, и за свое действие, либо бездействие придется отвечать. Этим заявлением Николай Любимов, возможно, озадачил региональных министров. Указание четкое. В течение месяца о своей деятельности доложат заместители председателя правительства по профильным блокам. Эта власть намерена быть максимально открытой. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».